Сейчас моя подруга Тоня прислала мне трек группы «Циркониевый браслет» «Криминал» и написала, мне кажется, тебе может зайти. Меня спрашивал кто-то, какие мне нравятся треки, какая мне нравится музыка. Максимально странная, вот какая мне нравится музыка. Ну что, всем привет, меня зовут Женя Гуд, если вы смотрите это видео, наверное, вы это знаете, потому что это видео максимально для своих, это видео вопрос-ответ. Мне присылали кучу замечательных вопросов и сегодня вы у меня дома, вы у меня в гостях, сегодня мы просто с вами поболтаем, у нас будет такой культурный треп душевный. Я вам немножко покажу свою квартиру, потому что у меня часто прилетают вопросы, покажи, пожалуйста, сделай нам рунтур. Пойдемте. Мы как будто бы, смотрите, типа как будто бы вы пришли ко мне в гости, и я вас встречаю. Нет, а иди выйди за дверь. Кто там? Ой, привет, как неожиданно. Ну, проходи. Добро пожаловать ко мне домой. Театр начинается с вешалки, а моя вешалка, моя прихожая начинается с театра, а над ним есть вещь, которой я очень сильно горжусь. Здесь поцелуи моих подружек. Они мне подарили на девичник перед свадьбой. Здесь написано made by подружки-невесты. Мы знаем про тебя больше, чем ты думаешь. Здесь стоит портрет моей подружки Таня. И это очень смешно, мы эту полку называем типа возьми у Стариковой. Где ключи? Возьми у Стариковой. Где что-то? В общем, у Таньки Стариковой. Это вот здесь, значит. Коридор, здесь вот картинки всякие. Я вот это очень люблю. Смотрите, он за ней подглядывает из-за кустов. Пойдемте дальше. Гостиная. Вы здесь много раз были, если вы смотрели мои выпуски. Это мой частый ракурс. Но здесь все убирается, естественно, здесь наводится порядок. Всем привет, меня зовут Женя Гуд, и вы на канале Культ Куд. Всем привет, меня зовут Женя Гуд, вы на канале Культ Куд. Всем привет, меня зовут Женя Гуд, вы на канале Культ Куд. Всем привет, с вами рубрика Культурный трёп. Всем привет, вы на канале Культ Куд, меня зовут Женя Куд. Пойдемте дальше. Пианино, которое не работает, но мы так задорого его притащили от бабушки, что, в общем, так оно здесь и стоит. И моя любимая стена с картинами. Кстати, многие из вас спрашивали про всякое искусство, которое у меня. Я очень люблю искусство своих друзей. Это керамика Кати Голотвиной, с которой у меня, кстати, был выпуск про секс на Руси. Это моя подруга, она керамистка очень талантливая. Это вот картина Андрея Оленева из Нижнего Новгорода, художника чудесного. Это две картины из Греции я привезла. Художник Фассианос, я не знаю, но им оформлена целая станция метро в Афинах. Значит, какой-то, типа, классный художник, но это принт, конечно. Этот нос тоже сделала моя подруга, когда она училась на дизайнера. И вот эту вот картину прекрасную, эту прекрасную тетеньку нарисовал мой друг. И вы его тоже могли видеть у меня в выпусках. Потому что в выпуске про селезенку он там играет красивого врача, прекрасного. Я увидела у Саши эту картину и выпросила ее, и он мне ее подарил. А это вот дядя Юра. Эту картину так называет мой сын. Мы его научили, что это дядя Юра, это Шевчук, это прекрасный питерский художник Турбан. Еще замечательная штука, которую я очень люблю и от которой мы плясали, когда делали, кстати, интерьер. Здесь еще ничего не было, но друг подарил нам, он сам своими руками восстановил старый проигрыватель. Но там проигрывателя внутри нет, там мини-бар. Я на это посмотрела, подумала, что это очень в духе нашей квартиры. И так вот начало все рождаться. Было много вопросов, связанных со сферой образования и с искусством. Иногда вы задаете мне очень серьезные вопросы, касающиеся искусства. Ребят, а я не знаю. Я не культуролог, не искусствовед, не историк искусств. Я просто любитель. Я как бы никогда это не скрываю. Если бы я сейчас хотела получить образование искусствоведа и как-то в эту сферу уйти, то я бы пошла бы на курс «Как стать искусствоведом от синхронизации». Вот я вам всегда рассказываю про курсы синхро, но про такие масштабные курсы я еще ни разу не рассказывала, потому что это не просто такое, знаете, ну, обзорные какие-то лекции. Это прям настоящий, серьезный, профессиональный, огромный курс, где 51 лекция, где семинары, где серьезные задания, тесты, эссе, где целая библиотека с литературой на соответствующую профессиональную тематику, фильмы и так далее. В общем, такое суперширокое погружение. Это обучение на 10 месяцев, где ты действительно сможешь почувствовать себя профессионалом в итоге в сфере искусствоведения. И этот курс «Как стать искусствоведом» он в несколько раз больше других курсов про искусство синхронизации. Он их все объединяет и дополняет. Ведут эти курсы ведущие российские искусствоведы. Во-первых, там есть знакомые нам имена, Наталья Вострикова, которая у меня уже была в одном выпуске, в которую я просто влюблена, которую можно слушать бесконечно. Поэтому я прям вот 100% вам говорю, что вы кайфанете, если пойдете. Но там и все другие лекторы тоже топовые. Что в итоге? Вы, во-первых, научитесь ориентироваться в стилях, направлениях искусства. Во-вторых, вы поймете, как устроен арт-рынок. И курс научит в том числе, как себя на этом рынке применить. Ну и вы сможете, как настоящий профессиональный искусствовед, описывать и оценивать произведение искусства, и проводить настоящий анализ искусствоведческий того или иного шедевра. И вообще поймете, как отличать шедевры от... Не шедевров. Сейчас на курс профессию «Как стать искусствоведом» действует скидка уже 10 тысяч рублей. Но с промокодом КУЛЬТКУД она удваивается. Так что освоить новую профессию можно со скидкой 20 тысяч рублей. Хорошее предложение. Я понимаю, что это тревожно, ну, такие большие вещи начинать. Поэтому важно сказать, что в течение трех недель, если вдруг вам что-то не подойдет, то вы можете вернуть деньги за курс. За это можете не переживать. Вы можете оплатить курс с российской картой, с иностранной. И в первом случае вам доступна рассрочка. Проходите по ссылке в описании и становитесь искусствоведами вместе с синхронизацией. Я предлагаю налить чайку и погнать, отвечать на следующий вопрос, иначе мы ничего не успеем. Очень забавно, когда снимаешь новый формат, у тебя прям в голове разговаривают голоса. Трудно расслабиться, потому что внутри один голос говорит, да кому это интересно? Ты что, хочешь преувеличить свой масштаб личности, снимая такое видео? Второй голос говорит, да ладно, ну все нормально, вроде они просили, и ты просто это делаешь. И вот они все там ссорятся. Вот так вот это происходит. Все время ты в этом вот диалоге с самим собой пытаешься найти ту точку, где ты, ну какой-то максимально честный. И как правило, когда ты двигаешься к этой точке, ну вот, ты там находишь не просто формат видео, в котором ты снимаешь, а ты больше узнаешь про себя. И ты находишь в нем себя. Поэтому я всегда говорю, что блог это вообще, ну, крутой очень сорт терапии. На самом деле я гораздо большая дебилька. Чем могу показаться? Давайте еще я разбережу свою вот эту внутреннюю застенчивость и покажу вам, что у меня есть, например, премия собаки. В прошлом году мне выдали премию собаки топ-50 самых известных людей Нижнего Новгорода. Меня спрашивают про друзей. Как мы встретились с друзьями, и как вот мы такие случились? Давно слежу за вашей сумасшедшей компанией друзей. На всех публичных из них подписаны, и искренне восхищаюсь вами по отдельности, а когда вы все вместе, это вообще. Стори с ваших тусовок, свадеб, дней рождения, угадай мелодию с невероятным конкурсом. Блин, человек вообще прям, ну, шарит, следит, приятно. Интересно, как вы поддерживаете дружбу? Были ли у вас кризисы, конфликты? Сходятся ли у вас менее на важные вопросы? В общем, в чем секрет? Я вот о чем думала. О том, что для меня друг это тот, с кем ты можешь, во-первых, быть собой, а во-вторых, ты с ним чувствуешь себя лучшей версией самого себя. Вот вам вместе так хорошо, и он подсвечивает какие-то твои классные стороны, классные качества. Он дополняет тебя, тебе хорошо, он тебя наполняет энергией, он тебя поддерживает, он тебе дает какие-то силы двигаться дальше. Это для меня настоящая дружба. Надо сказать, что мы все встретились, в основном, большая часть из нас встретилась в университете. В университете, во всяких студенческих тусовках, где у нас был Центр творчества студентов, КВН, Студтеатр, вот это все. И когда тебе так хорошо с чуваками, ты с ними остаешься, тебе хочется их сохранить в своей жизни. Поэтому очень классно, когда есть такие же подрывные друзья, которые готовы ночами напролет шить с тобой хвосты-выдры для костюма на Новый год, для спектакля, который ты сам придумал. Она уже знает, как она ее нарядит, она уже все распланировала. Петя, перестань суетиться! Сочинять какой-то конкурс на день рождения, переделывать песню. Мы просто вот такие все случились с университета. Нам друг с другом весело. Кризисы и конфликты, конечно, бывают. Но я люблю своих друзей за то, что мы разговариваем друг с другом честно, открыто. Если нам что-то не нравится, мы так и говорим. А вообще, ребят, что вы меня спрашиваете? Я ведь тоже не самый, ну, как бы, не самый идеальный человек на земле. Вот, это то, как я думаю, но это не факт, что все так, и что я говорю в действительности мудрые вещи. Хотя, честно говоря, звучало неплохо. А ладно. Сейчас только что был разговор с оператором, потому что я говорю, мне кажется, должна начать с какого-то умного вопроса. Я нервничаю, что я начинаю с каких-то других. И он мне говорит, слушай, ну, наверное, потому что ты себя в какие-то рамки загоняешься. Все время кажется, что ты недостаточно умна. И тут вступает, окей, вот этот вопрос, который мне очень понравился. Про какую часть своей работы вы можете сказать, я не умею, но очень люблю. А я вам так скажу. Я, во-первых, не могу работать не из любви. Я, правда, все это делаю от сердца. Я по-другому просто не умею. У меня по-другому не делается. Но при этом мне все время кажется, что я недостаточно хорошо все делаю. Но, понимаете, в чем дело? Можно как бы броситься в то, что надо над этим работать и все такое. Я работаю. Но это дает и позитивную сторону. Во-первых, именно по этой причине мои видео постоянно улучшаются, потому что вот это меня драйвит. Каждого из нас драйвит что-то свое. Меня драйвит вот это. Я вижу эти недостатки, я каждый раз их дорабатываю. А второе, именно поэтому у меня есть этот YouTube-канал. Потому что, мне кажется, он закрывает какую-то вот эту потребность в том, чтобы ощущать себя умнее или двигаться в эту сторону. Потому что он про как раз мой путь. Как Женя познает мир. Так, вопрос. К тебе на канал может прийти кто угодно. Из любого века и страны. Кого ты пригласишь? На какую тему будет выпуск? И почему? Я бы пригласила Пушкина. Во-первых, я хочу очень посмотреть, как он выглядел и попасть вот под его обаяние. Я бы с ним выпила и поговорила бы про мат. Про русский мат. Сделала бы выпуск. Русский мат с Пушкиным. Или Айда... Выпуск бы назывался Айда Пушкин. Айда сукин сын. И мы бы с ним, ох, мы бы с ним хорошо поболтали вообще. Пушкин, мне кажется, в нем столько свободы. В нем столько буйного. В нем столько панк-рока. Я, правда, фанатею от него. Я бы очень хотела с ним записать интервью. Если бы можно было поужинать с любым на свете человеком, кто бы это было и почему? Это был бы Камбербетч. Просто потому, что он очень хорошенький. Потому что я бы ему сказала... Просто послушала бы его. Британский, английский. Просто он мне очень нравится. И как человек, и как актер. Как мужчина. Не говорите моему мужу. Он в курсе, кстати. Еще я бы хотела встретиться с Лунгиной. Это... Я как-то рассказывала, что одна из моих любимых книг, это подстрочник Лунгиной. Она была переводчицей, которая перевела нам, например, Астрид Лингрен практически. Всю, которую мы в своем детстве читали, это ее перевод. И мне кажется, что она была очень порядочной, прекрасной женщиной, с прекрасным окружением, которые в Советском Союзе жили. И, в общем, много испытаний выпало на их путь. Но они прошли как-то с честью и достоинством. Я бы очень хотела с ней поболтать и спросить у нее, как жить в такое время, трудное, мутное для твоей страны. И как остаться порядочным, честным человеком, не предать себя, не предать никого. Мне кажется, что у нее были бы ответы на эти вопросы. Сначала Камбербэтч. Пока мы сидели здесь записывали, мне пришел такой вопрос в чатике. Женя, мне интересно, как вы себя поднимаете с дивана? Какую внутреннюю работу проводите, чтобы делать, а не прокрастинировать? Отличный вопрос. Во-первых, откуда вы знаете, что я поднимаю себя с дивана? Всем кажется, что все такие продуктивные. Мне 32. Как вы уже поняли, я не самый спокойный человек, не самый уверенный в себе. Меня это, в принципе, поднимает, наверное, с диванов. Чувство, что откладывать некуда, надо двигаться прямо сейчас. И здесь вот мы к какому вопросу перейдем. Как проходит твое испытание не пользоваться гаджетами по вечерам? Я какое-то время назад поняла, что я очень устаю за день, потому что я все время либо пишу сценарии, либо монтирую. Короче, очень много времени за компьютером. И мозг перегружается. И я вроде дофига дел могу сделать за день, но вечером мой мозг все равно в тревоге. Он думает, так, подожди, надо выложить еще сториз. А ты верил, свыложила? А здесь поставь напоминание. А здесь давай онлайн закажем там что-то в магазине. А здесь давай закажем вот это. И это реально никогда не заканчивается. Я поняла, что сработает, если я просто отключу все гаджеты, установлю правило, что вот после 10 я просто выключаю телефоны, компьютеры, все что угодно, никаких подкастов, никаких видео, ничего вообще после 10 вечера. Ты просто открываешь книги, ты замедляешься. Я даже начала открывать альбомы по искусству, которые там 10 лет не открывала, потому что мне казалось, что у меня нет на это времени. По факту я это время забивала просто вот какой-то своей онлайн-тревогой. Если я чувствую, что я устала, если я чувствую, что я вот в такой какой-то, что я загналась, что я в тревоге, вот тут я время от времени продолжаю эту тему, все выключаю, отдыхаю. И, как правило, это ночи, когда я великолепно высыпаюсь, когда я утром просыпаюсь заряженная, отдохнувшая. Думаю, сделать про это все-таки когда-нибудь отдельное видео, поговорить со специалистами, чтобы, знаете, всех как можно больше и себя, в первую очередь, замотивировать делать это чаще. Давайте дальше. Какие дальше у нас вопросики? Вы меня спрашиваете, топ-3 места в Нижнем Новгороде или самое уютное место в Нижнем, или мое личное место Сила. Но как-то об этом бесполезно рассказывать. Давайте-то сходим. Давайте сходим реально. Тут все близко, я живу в центре, поэтому я вам прям покажу эти места, что-то расскажу. Это будет спонтанный такой тур по Нижнему Новгороду. Все, я готова. Пойдемте. Весна. Поехали. Я вам покажу все свои местечки любимые. Вот это, собственно, здесь. Когда меня спрашивают про место Силы, я сразу думаю про это место. Но сейчас здесь нет. Здесь, конечно, так сейчас не посидишь, но вообще я реально сажусь вот сюда, на краешек туда. Свешиваю ножки и гляжу. Здесь все мое. Родное, любимое. Пойдемте дальше, я вам покажу еще одно место, где я себя чувствую просто великолепно. Всегда. Погнали? Туда. Еще одно мое любимое место в Нижнем Новгороде. Это район, который здесь называют заповедные кварталы. Это такой район цельной, старой деревянной застройки, которых сохранилось очень мало. Его здесь удалось законсервировать. И здесь несколько улочек, которые пересекаются. В этом районе чувствуешь себя очень как-то уютно, потому что здесь все размеры гармоничны с человеком. Вот, если так можно сказать. Потому что домики невысокие. Здесь практически такая вот ровная двухэтажная застройка. Небольшая, очень уютная церковь на пересечениях этих улиц. Короче, по-моему, это такой идеальный райончик. Ну и вообще, у этого района, в принципе, уникальная история. Потому что его должны были снести полностью лет 7 назад. Вот. Но за него вступились нижегородцы, градозащитники. Сыграли большую роль и стрит-арт художники, которых тоже привлекли. И которые здесь сделали всякие арт-объекты. Общими усилиями отстояли этот квартал от сноса. На самом деле, мы были уверены, что ничего хорошего уже не произойдет. Но вдруг, понимаете, все поменялось в какой-то момент. Все усилия нижегородцев оказались не зря. Вдруг случилось финансирование. И вот, мы видим, что домики восстановили. Даже когда ситуация кажется безнадежной, надо продолжать биться за свое. За то, во что ты веришь. Потому что в какой-то момент обстоятельства могут повернуться удачным образом. Вот. И вот этот район, он мне всегда об этом напоминает. Поэтому он для меня так важен. У меня появилась идея. Мы сейчас снимаем видео для Ютуба. Там вопрос-ответ. И я хотела к тебе заехать. Меня просто спросили, какое у меня место силы. А у меня одно из мест силы. Это твой дом. Все, класс. Будем через часик тогда. Ну и пойдемте в главное вдохновляющее место к человеку, который меня безумно, безумно всегда заряжает и поднимает вообще во мне лучшие чувства и лучшую часть меня. Привет, красотка. А как же, таких людей надо встречать. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Это моя бабуленька, моя манечка. Манечка Моисеевна. Огромное счастье иметь место. Ты знаешь, что тебя всегда ждут. Детей всегда рады. Детей еще накормят и обнимут. Бабуль. Хорошо. Ну это вообще как? Ну все, что было, я извиняюсь, не ошибаюсь. Ну да, действительно, практически ничего. Я бы еще чашля, я бы вам пиццу сделала. Бабуль. Мне адресовали вопрос. Я, по-моему, на его уже ответила. А если нет, то сейчас бабушка вместе ответит. Я не помню. Как выходишь из состояния, когда опускаются руки? Что для этого смотришь, читаешь, чем вдохновляешься? Нет, я на него еще не отвечала. Давай с бабушкой вместе ответим. Бабуль, вот я лично, например, когда руки опускаются и кажется, что вокруг все плохо, я стараюсь как-то думать о чем-то большем, выйти вот за пределы того, что есть. Мне в этом помогают и искусство, и великое кино, книги хорошие. Потому что ты понимаешь, что есть что-то вечное, что переживет вот текущие проблемы. А что вот тебе позволяет выбраться из ситуации, когда тяжело? Как-то ты же один из самых позитивных людей, которых я знаю. Вот что тебе в этом помогает? Ну, наверное, то же самое. Я открываю какую-то книгу, я листаю, мне это интересно. Я отвлекаюсь, я уже живу событиями, которые написаны в книге. Людей, которые я уважаю, я нахожу какую-то книгу, открываю, думаю, вот пережил, что он это все. Еще не такие ситуации бывают в жизни. Можно налить что-нибудь или съесть что-то вкусное. Это наш вариантик, согласна. Полистать, полистать книгу, это вот первое, что удовольствие. Есть фишка про мою бабулю, которую мне бы хотелось рассказать, что когда бабушке какие-то сложные времена, бабушка просто любит рисовать Пушкина в тетради. Когда у меня было тяжелое положение, я исписала большую толстую тетрадь. У меня такая была, вот Пушкин, у меня на нервной почве, у меня он хорошо получался. Жизнь прекрасная и удивительная. Вот, вот так вот, ребята, а вы спрашиваете, где я, что меня вдохновляет и что меня настраивает. Вот так. У меня полное ощущение, что я с вами провела этот день. И от такой, знаете, сначала скованности, немножко смущения, в какой-то полный разгуляй, включая знакомство с, так сказать, родителями, с бабушкой. Вот. Надеюсь, что вам понравилось. Пишите, пожалуйста, как вам такой формат. Немножко трепетно и переживательно. Но надеюсь, что вам понравилось. Все. Пока.